всем привет начинаю свой прямой эфир сегодняшняя тема моего прямого эфира это кризис трех лет и мне выпала честь закрывать эту неделю связанную с грудным скамливанием как-то мы с организаторами об этом не договаривались но получается что я закрываю и потому что мое выступление последние и так я вижу присоединяются люди скажите звук нормально видно нормально все хорошо если не сложно напишите это такая важная составляющая всех этих онлайн выступлений чтобы не получилось так что я тут рассказываю что-то вам ничего не слышно или не видно так а все окей вижу пальцы вверх мне ставят значит все окей ну что прежде всего представлюсь меня зовут Денис Шаповалов я являюсь психологом и также педагогом у меня два вида практики одна педагогическая другая психологическая значит психологическая складывается из моих выступлений подобных этому и консультаций а педагогическая практика складывается из моего моей работы с детьми возраст детей от 4 до 6 лет это подготовка к школе интеллектуальное развитие и это так идет рука об руку и знаете как есть такое выражение рука руку моет вот наверное что-то у меня похожее происходит потому что когда я вижу детей на своих занятиях то я понимаю часто чем дальше тем больше какой стиль воспитания применяют родители этих детей какие стратегии выигрышно работают родительские какие нет и вот с первых дней педагогической практики у меня началось вот такое прощупывание что называется ситуации в семье через детей и потом как-то очевидно стало что родители задавали много вопросов касательно не педагогического процесса ну и я оказался вот в числе вот таких вот выступающих спикеров психологов которые дают консультации метод который применяю на консультации если это долгая работа какая-то с клиентами это гештальт подход можно сказать я выходец из гештальт подхода ищих это называют гештальтисты вот и давайте буду начинать итак я за годы работы а работа моя началась в 2007 году с детьми из того же времени начались сразу вопросы родительские под накопил кое-какой опыт и у меня каждый год рождается ну вот когда происходят какие-то выступления рождается какое-то понимание процесса какой-то какие-то новые метафоры знаете и они помогают на самом деле родителям понять отношение к себе к своим детям к своему с моей второй половине в семье к процессу воспитания и вот метафора этого года которую я еще нигде никому не показывал и вот сейчас вам покажу она вот такая значит представьте себе что в вашей семье рождается ребенок а у меня классная аудитория вам не надо этого представлять у вас и так у всех семьи родился ребенок то вот обозначу его графически ребенка вот так вот это вот ребенок вот он у вас родился и хорошо определенным образом настроиться родителям на все что будет происходить дальше и мне хочется пожелать вам у кого маленькие дети и точно так не сильно столкнулся там да с сложностями воспитания вот такого понимания ребенка своего то есть у вас родился ребенок и вы вот такой вот внутри я поставил знак вопроса что это означает это означает что ваша задача когда у вас родился малыш познать кто это познать каков он и вопрос наверное у вас может возникнуть зачем это нужно опознать для того чтобы понимать как можете вы как родитель помочь вашему ребенку помогать вы будете постоянно каждое ваше проявление это в каком-то смысле ему помощь ну и конечно же познать еще нужно для того чтобы не навредить каким образом происходит познание родителя своих детей своего ребенка очень разными способами вот сегодняшнее мое выступление про кризис трех лет это как раз один из элементов которыми вы можете заполнить вот это вот сердечко в котором у вас один большой знак вопроса и вот узнали вы об этом кризисе или вообще о каких-то кризисах да у вас получилось ну вот вот такая вот маленькая часть заполнилась то есть вы уже что-то что-то понимаете прочитали какую-то интересную статью которая вас как-то тронула касательно воспитания касательно особенностей детей которую вы раньше может быть не встречали у вас еще вот такая вот маленькая такая вот область какая-то заполнилась иногда могут ваши познания приходить откуда угодно может быть даже вы взяли например сходили на консультацию к астрологу и он по дате вашего ребенка дал вам какую-то тоже какое-то напутствие такое знаете ну для того чтобы вы опять же таки вот какой то может быть вот такой вот кусочек еще тоже добавили знаний о своем ребенке и вот когда вы потихонечку в процессе своей жизни начинаете с вот так вот заполнять вот это все пустое пространство а пустое но имеется ввиду что вы ну вы ничего не знаете да вы только видите вот ребенок и понятен его пол да а каков он что ему нужно какие у него особые потребности и кем он может стать где его надо поддерживать где ему нужно помогать где его нужно как-то аккуратно так сказать направлять да вот это все вы как бы заполняете вот этот вот знак вопрос потихонечку убираете у вас может возникнуть вопрос а этот знак вопроса он когда-нибудь исчезнет полностью то есть будет ли такой момент что вы вот все это прям вот закрыли и все я все знаю своем ребенке теперь я молодец и вот нет никогда этого не произойдет полностью никто никогда но кто-то вообще этим не занимается понимаете вот и и там и проблема там и разбитые судьбы и неудачники и так далее и так далее поэтому вот мы родители с вами этим занимаемся постоянно если у вас такой настрой а мне хотелось бы чтобы у вас был такой настрой если у вас его нет такого настроя то может быть через эту метафору в рисунке который я вам показал у вас возникнет такой настрой но по крайней мере мне бы очень этого хотелось чтобы возник потому что одна из моих миссий как психолога это призвать родителей к осознанности к осознанной родительской позиции почему это хорошо потому что когда мы осознанные родители то мы на многое можем повлиять мы многому можем помочь и это это здорово я вижу разных родителей работая педагогом в педагогической практике очень очень разных и вижу как отличаются те родители которые вот подобным образом относятся к своему ребенку от тех родителей которые считают что все это ерунда мышь как-то выросли ну и значит наши дети как-то вырос вот поэтому сейчас уже достаточно много знаний которые просто не брать на вооружение знаете я сейчас не хочу никого обидеть не подумайте но мне кажется что это как ну как что ли невежество знаете вот просто не пользоваться этим и давайте теперь перейдем к основной моей теме кризис трех лет особенности этого кризиса название я заявил что его можно пройти достойно почему же так потому что кризис трех лет он знаете он похож на снег в июле то есть это происходит резко это происходит не не совсем ожидаемо если вы ничего об этом не знаете и это иногда бывает больно рождается малыш он очень трогательный красивый и умилительный все восхищаются кто-то сюсюкает кто-то его не сюсюкает но все его любят и он такое ощущение что сама природа позаботилась о том чтобы он вот так выглядел чтобы всем хотелось просто его только любить причем любить безмерно и безгранично и вот когда малыш наш начинает потихонечку как-то себя проявлять я заметил что часто очень родители подхватывают принцип о котором я сейчас скажу как-то автоматически даже не особо о нем читая ну вот оно как-то внутри сидит да когда ребенок находится возрасте до двух лет то какие-то проблемы возникшие в его характере в его поведении скорее нет конечно в поведении в характере в поведении проблемы какие-то возникающие очень легко гасятся переключением внимания внимание ребенка то есть вы идете пришли домой ребенок воспринимает эту обстановку как не ту которую ему бы сейчас хотелось и начинает почему-то плакать вы как опытная мама понимаете что этот плач не означает хочу кушать этот плач обозначает каприз или что-то такое ну явно не кушать он сейчас не будет и вы понимаете что вот что-то сейчас надо делать но ребенок ваш может еще не достаточно хорошо говорить или так первые попытки делать и вы берете просто отвлекаете его внимание например какой-то посудой на кухне которую ну например вы ему там не часто показывали не знаю просто держа на руках просто начинайте кастрюле крышку открывать и закрывать и греметь ей ребенок отвлекается на этот какой-то новый звук потом вы даете ему эту крышку в руку он ей там чуть тоже погремел все вопрос снят ну и таких вещей может быть очень много вот но первый звоночек который говорит о том что кризис трех лет пришел здравствуйте очень приятно встречайте это как раз тот момент когда начинает вот это вот техника переключения внимания она перестает работать вы уже понимаете что ничего вы уже этой крышкой кастрюле не решите и тогда мы подбираемся к нашему кризису и встречаемся с ним что называется лицом к лицу что же нам действовать и как нам себя вести ну во первых давайте разберемся кризис трех лет он для чего нужен вообще не уже есть какая-то задача есть кризис трех лет нужен для того чтобы ребенок смог выйти на новый уровень если так говорить обобщенно почему кризис трех лет случается случается он потому что в этом возрасте у ребенка идет активная фаза и есть психологи которые этих кризисов очень много вот в таком коротком промежутке разных таких тонких добавляют в каком-то смысле они правы потому что действительно в активной фазе происходит много изменений и но кризис трех лет он такой прям прям серьезный очень потому что болезненно с ним родители справляются и зачем этот кризис происходит он происходит потому что ребенку нужно освоить то о чем раньше ему было неизвестно ему нужно освоить те инструменты которые раньше были ему недоступны пишут сохранить пожалуйста эфир да я буду сохранять я у меня уже я уже сразу там кто-то писал перед этим еще до до эфира попросил поэтому эфир сохранят вот и получается что кризис это неотъемлемая часть того чтобы ребенок рос и развивался мы от него никуда не денемся но бывает так что поскольку это сваливается родителям как снег на голову то некоторые родители ошибочно воспринимают кризис трех лет как то что ребенок уже подрос и он делать научился уже кое-что на зло вопреки как виде каприза ну в общем по какому-то замыслу своим непонятно какому такому детскому какому-то злому немножко замыслу и сейчас я хочу чтобы вы задумались немножечко над тем что что же будет если родитель ничего не знает о кризисе трех лет как тогда все это дело будет происходить но ответ на этот вопрос вы сейчас может быть не ищите в своей голове хотелось бы чтобы на него ответ искали в процессе моего выступления итак давайте перейдем теперь к особенностям кризиса начнем с того что кризис трех лет впервые был описан как кризис аж в 1926 году то есть через шесть лет мы будем отмечать юбилей кризису трех лет будет 100 лет это забавно конечно но первые попытки его описать первые попытки его увидеть они очень близки к тому что мы сейчас с вами наблюдаем и имеем поэтому австрийский психолог эльза келлер его описала в своей работе характер трехлетнего ребенка по моему она называлась и лев семёныч выгодский на которого часто ссылаются ну лев семёныч выгодский это светило психологии который больше известен как наверное все-таки студентом психологом потому что в интернете его не особо так часто цитируют но студенты психологи все хорошо знают потому что он действительно много каких основ заложил который с маленьким изменением и и по сей день актуальны так вот лев семёныч выгодский определил 7 основных характеристик этого кризиса и когда я сейчас вам прочитаю мне очень хочется чтобы вам чуть-чуть отлегло вот так чуть чуть почему ну потому что то что происходит с вашим ребенком об этом уже известно давным-давно то есть это не уникальный случай это не какая-то болезнь это какая-то напасть это что-то такое вот это не супер противостояние сугубо в вашей семье нет это уже известно и так семь признаков и все они не очень приятные негативизм упрямство строптивость свои нравия бунт протест обесценивание деспотизм ну скажите когда в вашей жизни еще будет такое что на вас свалится вот такой список ну если вы кому-то очень сильно сильно не навредите а человек этот будет мастерски владеть техникой пассивной агрессии то есть почему вот еще проблема до у родителей потому что мы с явлением пассивной агрессии сталкиваемся очень часто это когда люди взрослые не могут сказать напрямую то что они думают другому и начинают своим поведением демонстрировать и тебя вообще-то не очень уважаю не очень люблю и не очень хотел бы с тобой иметь дело но поскольку приходится получи и вот наверное только в том случае а им и мы уже с вами кстати очень часто встречаемся с такими актами пассивной агрессии которую к нам проявляют да где угодно на той же самой кассе в супермаркете мы можем встречаться с этим вот и поэтому наше с вами восприятие вот таких вот хитрых таких практически манипулятивных таких вот некрасивых штучек они вдруг целым списком падают нам на голову от нашего дорогого любимого ребенка вот и получается что все очень как-то плохо выглядит пока что но есть же и другая сторона медали и вот другая сторона медали этого кризиса она как раз полностью такая знаете полностью позитивная и полностью классная потому что осознание происходит себя отдельно от мамы и папы у ребенка он наконец-то потихонечку начинает почему наконец-то пошло ноги родителей уже с рождения хотя чтобы это было ну по крайней мере я так замечаю чтобы ребенок гордился своими достижениями у ребенка первые признаки рождаются самостоятельности у ребенка начинает зарождаться воля у ребенка начинает возникна возникать самооценка потихонечку по чуть-чуть первые какие-то зернышки такие знаете прорастают ну и конечно он осознает свое я впервые он понимает что я ну есть такое понятие я вчера не было а сегодня я появился это очень удивительно что проявляет и понимает ребенок это комично а порой пугающе ну давайте еще уточним что это же мы говорим о периоде называемый кризис трех лет да но границы размытые они выглядят от двух до четырех это важно так вот я появилась ребенок начинает это я примерять на себя очень некрасивым способом например я сейчас тебя кину нож с каких это делу он и не собирается его кинуть он просто хочет это произнести хочет это услышать и хочет почувствовать то что чувствует человек когда говорит взрослый я что-то сделаю я обещаю я тебе там помогу я тебе что-то подарю я я с тобой там проведу время ну и так далее вот какие-то такие вещи взрослый говорит и он понимает что в этот момент к это происходит фиксация как чем-то кота обещание этого да так сказать и он его собирается выполнять вот ребенок а у ребенка не было вообще даже конструкции такой словесной вот я там что-то и он начинает тыкать это свое я везде куда только сообразит ну и конечно он подхватывает всякие плохие словечки с улицы и это тоже никому не нравится потому что у приличных родителей дети по идее не должны ругаться матом ну если родители дома это не делают а если родители даже это дома делают и перед своими друзьями говорят да а я могу конечно если меня то они явно не сильно хотят чтобы ребенок это сделал в общественном месте громко потому что сразу если это происходит при маме то мама сразу может словить что называется материнский стыд просто он и прилетит быстренько когда она едет в автобусе а ребенок что-то там ударился и как крепкое словцо как сказал вот особенно это смешно когда это еще в полной тишине и все присутствующие понимают что им не послышалось вот именно прям точно то что он сказал вот все то и услышали не в шуме гула метро когда там можно еще подумать показал мне вот именно прям в тишине это здорово конечно при но я видел такие случаи не раз это просто конечно удивительно мама то просто в этот момент родители обычно краснеют им хочется куда-то забрать ребенка и папы немножко иногда по-другому реагируют они могут так сурово так дать подзатыльник и перевести это на то что я все контролирую и даже такие проявления я не поощряю все поехали дальше вот мама немножко больше восприимчивый поэтому и сложнее так вот получается что кризис несет вот эти вот собой две стороны медали и как бы не прекрасно было вот это хорошая позитивная сторона медали как бы она не была ясна вам и понятно вот та же первая сторона с которой я начал она-то все-таки очень сильно и поэтому конечно вопрос как же родителю так быть как родителю так себя вести чтобы как-то все это осознать и что называется ну давайте пока так вот вести себя ну как-то правильно да вот когда у ребенка кризис трех лет ну еще один одна важная добавка конечно же это что в кризисе трех лет активно очень родители наблюдают то что называется истерика детская причем детская это истерика это такой новый вид взаимодействия с родителем это такой новый диалог если маленький ребенок когда лежит в кроватке он плачет то он таким странным способом общается с мамой и папой да то есть он может каким-то плачем там мама уже знают это вот это про еду сейчас плач это плач про некомфортно а вот это плач уже переходит на крик и явно наверно может быть что-то болит да и вот это такой способ да то в истериках у него это его новый способ который в три года активно у него проявляется новый способ понять что можно что нельзя насколько тверды родители в своей родительской позиции может быть можно где-то все-таки чуть-чуть подвинуть чуток так сказать сделать такую тонкую настройку такую родители знаете вот не просто а вот такую тонкую под себя так вот настроить потом приезжает бабушка глядишь а бабушку можно очень хорошо настроить под себя и на прошлом выступлении моим был вопрос такой связан с тем что все-таки нам бабушка была на тем или тем человеком который получается наоборот да он сразу он ребенка как бы настроил на то что в некоторых ситуациях плач и крик очень много тебе чего могут дать в этой жизни ребенок такой хорошо установка записано так бабушка в сторону мама папа возвращаются и ребенок говорит ну вот я и готов пользоваться тем что ко мне только что прилетело а мама и и и и мама такая в смысле откуда это что это этого вчера еще не было вчера не было бабушка сказала что так можно ну а не прямо сказала на свои реакции сказала она просто подумала что нужно оставили мне ребенка вот это он тут ореот тоже мне жалко там чего-то или что никто все равно не узнает не увидит давай вот и в этом плане в бабушке часто поступают в общем-то и на как я замечаю так вот тоже двояко с одной стороны бабушка где-то обладая мудростью жизненной может ребенку наоборот позволить поиграться с тем что никогда не даст мама потому что бабушка понимать ну да это может быть немножко странно ну я же рядышком пусть попусть попробует ребенок я если что там проконтролирую а может подумать о нет это никогда ну например я не знаю там какие-то например взять там не знаю на кухне там какую-то там ту же самую чашку какую-то там и поналивать воды мама подумает у меня времени нет не дам эти чашку ты можешь разбить бабушке времени больше она может подумать так а чего я же рядышком если что поддержу вот а потом мама приходит и ребенок говорит ну так я вот у меня кстати сейчас тоже такое настроение как вот с утра хочу там чашку попереливать даже бывает и так что бабушка не то что там она как зародила какую-то реакцию да и какой-то установку дала ребенку чтобы он криком добивался своих нет она просто позволила больше потому что она так сказать с высоты своих лет подумала что а чего уж там увидел в 2 и 2 бывает кризис да смотрите вот этот главный маркер как только вы видите что техника переключения внимания перестала работать совсем и вы прям ничего не можете уже сделать вот тогда все-таки стоит уже присмотреться кто информации которую я сейчас вам даю здесь так вот очень сложно с истериками конечно с детскими но и сложно на них реагировать но хочу вам сказать что способы так сказать эту детскую истерику привести в конструктив и как-то на нее отреагировать правильно они все-таки есть я сейчас с вами поделюсь какими-то такими основными опорными точками которые вам надеюсь немножко помогут в этом деле ну во первых истерики в три года бывают по трем таким основным причинам это физиологические процессы до ребенок не просто не понимает что что-то может болеть или там да и когда это закончится ему может быть просто даже страшно в этот момент и он конечно может давать ту самую излишнюю эмоциональную реакцию которую мы с вами не дадим как взрослые ну потому что понимаем что да это у нас уже когда-то было или мы примерно понимаем что это сейчас до разочарование от неудач ну тут и взрослые не отстают хочу вам сказать и конечно же проверка на прочность и поиск границ да вот это истерика которая хочет истерика целью которая является получение чего-то или попытка влиять на что-то и и и и провода а могу ли так могу ли я это делать или нет так все таки все таки я все таки да то есть идем мы допустим едем и куда-то на занятие а мне сейчас очень хочется на площадку и вот мне интересно у ребенок примерно так можно перевести то что у него в голове происходит вот мне очень интересно вот сейчас данный момент существуют ли у меня какие-то способы чтобы мама сейчас сказала да все таки мы сейчас никуда не поедем какое развивающее занятие сейчас у нас все таки площадка важнее вот вижу важнее думала важнее занятие а вижу важнее площадка поехали разворачиваем машину вот ему это интересно это можно вообще или нет или для мамы настолько важно чтобы я развивался что мы такие такие туда доедем на это развивающее занятие вот это вот интересный момент ну и конечно задача взрослого когда происходит истерика это пытаться контролировать конечно же свои эмоции что бывает достаточно сложно но хочу ваше обратить внимание на дыхательную технику максимально простую когда вы делаете несколько глубоких вдохов и выдохов в этот момент запускается очень интересный процесс который как раз позволяет немножко снизить вот этот вот уровень вашей так сказать возбужденности в тот момент когда вы реагируете на детскую истерику уже сами чувствуете что вы выходите из себя способ достаточно ну для меня он такой знаете то есть его нужно тестировать он достаточно просто звучит и мало кто на него реагирует как ухты вот эта находка обычно люди как-то так ну да да дыхание подышать ну понятно попробуйте просто попробуйте это важно следующий момент когда ребенка происходит истерика нужно помочь понять ребенку попытаться помочь понять что происходит ну что ребенок начинает когда истерику он вот это пытается да вот это вот про про как-то знаете про лоббировать свой интерес так сказать в в лице мамы или папы или сразу их двоих вот то ему нужно немножко почему нужно это делать казалось бы должен ну что я не понимаю что он сейчас просит меня площадку они на занятия и сейчас я буду вот это ему говорить так наверное мне сейчас кажется ты просишь на площадку а нам надо занятие что это такое это как-то странно что вот это прям надо проговорить ему я же понимаю что он этого хочет зачем мне вслух это говорить вы можете так подумать я вас поддержу да это может казаться вам странным но это это нужно потому что когда вы озвучиваете голосом словами то что происходит вы немножечко подключаете к этому другой отдел мозга то есть разные отделы мозга отвечают за истерику и за восприятие слов вот это вот вербализация того что происходит она как раз работает как переключатель и теперь мы уже можем вести переговоры то есть вот если ребенок ребенок орет орет мама то это мы находимся нас лимбическая система противолимбической системы две ящерицы прибежали и с друг другом цапаются как только мы начинаем называть почему говорят проговаривайте эмоции все психологи в один голос уже наверное надеюсь если родители сейчас смотрят какие-то продвинутые которые там много чего уже раньше там смотрели я не первый спикер в их жизни на тему детско-родительских отношений да то часто слышали проговаривайте проговаривайте еще раз проговаривайте включается другой отдел мозга там ведутся переговоры там где орете переговоры там не ведутся там либо орут либо дерутся ну все поэтому это важно ну и конечно после того как вы уже проговорили вот это все да я вижу что ты хочешь тебе на очень плохо а вы говорите это ребенок орет и вообще не поймаете кому я это говорю господи что я кого-то стенка как будто разговариваю ребенок орет вы понимаете что на мамину спокойную речь ребенок начинает потихонечку успокаиваться у всех это разное время кто привык не успокаиваться тому конечно надо времени больше потому что он привык шумом вообще сейчас ну он не знает что мама там наслушалась чего-то да он просто знаешь вам всегда делает по-другому он готов уже к битве а мама тут наслушалась и такая начинает приговаривать спокойным голосом и ребенок начинает потихонечку успокаиваться потому что находясь еще в утробе матери ему когда он слышал у мамин спокойный голос ему тоже было хорошо и спокойно и И находясь в утробе матери, когда маму кто-то раздразнил, раздраконил где-нибудь, и мама орала, эмоционировала сильно. Ребенок, ну ты не говорил, все окей. Нет. И вот поэтому он начинает тоже потихонечку успокаиваться. Но дальше интересный момент. Ну, допустим, начал он по чуть-чуть успокаиваться. Что же делать дальше? А дальше нужно помогать найти выход из сложившейся ситуации. То есть, я понимаю, что тебе очень хотелось на площадку. Я знаю, там Маша, там Коля, там Вовка. Конечно, на занятии совсем другие дети, но тоже, кстати, неплохие. Ну, а тут, конечно, я все понимаю. Или там песочница, там горка, там что-то такое, да. И я поэтому думаю, вот я увидела, как тебе сильно хочется. И поэтому я думаю, вот что. Мы сразу после занятия, мы никогда этого не делали, заедем на площадку. И вы как бы учитываете его интерес, вы находите, что в этом самое главное вы должны услышать. Вы находите позитивную точку, позитивный выход после окончания вот этого всего. Вот именно тот самый позитивный, который будет потом его привычкой на всю жизнь. То есть, бывает в жизни, конечно, полный трэш, полный завал. Такое бывает. Бывает у всех. Но, когда это происходит, мы пытаемся потом из этого выкарабкаться. У нас есть этот навык выкарабкиваться. И кто его нам подарил? Мама, которая слушала тех, кто ей давал правильные советы. Ну и, конечно, постараться нужно, когда происходит истерика, родителям не подхватить тот самый родительский стыд, который влияет на родителей и на принятие их решения. Быстро дать подзатыльник и увести ребенка в тихое место, где его отсчитать конкретно за такое странное проявление на публике себя. Не проявляй себя так. Я хорошая мать. Пусть все думают, что я хорошая мать. Пусть все знают, что я хорошая мать. Я буду идти держать тебя за ручку, ты будешь идти. Идти мы будем в ногу. Мороженое, если ты будешь, аккуратно. Пить ты будешь, аккуратно. Открывать крышку тоже аккуратно. Закрывать бутылку аккуратно. И не забудешь ее закрыть. И не сунешь сумку вверх дном, как в прошлый раз. Никогда ты этого не сделаешь. Вот давай все будет хорошо. А я хорошая мама. Мы идем, у нас все прекрасно. Мы такие классные с тобой. Мама и сын. Или мама и дочь. Вот. Ну и конечно, этот родительский стейд родители часто подхватывают от того, что их уже этим наградили в детстве их родители. Поэтому тоже это какая-то... Ну потому что есть люди, которым вообще очень плевать на мнение окружающих. Но таких людей я встречал крайне редко. Ну и еще такой момент. Важный. Что когда у вас закончилось применение вот этой техники переключения внимания, закончилось, да? Вы понимаете, все. Мы не работает у нас техника переключения внимания. И значит, вот нам Денис Шаповалов сказал, что это маркер, по которому мы определяем. Начался кризис трех лет. И мы такие, окей, он у нас начался. Приняли как данность. Но какая же история будет работать сейчас? Ну не работает переключение внимания. А вот, дорогие родители, начинает работать история под названием «Игровой подход». Тот же самый Лев Семенович Выгодский, это, чтобы вы понимали, начало 20 века аж, то есть давно было дело, сказал, что у дошкольника ведущая деятельность игровая. И вот трехлетка начинает реагировать на эти игровые подходы, когда мама начинает говорить. Помните мы историю, да, вот, которая говорила там, ребенок сказал неприличное слово громко в тишине в общественном транспорте, например, и слышали это многие, и никому не послышалось, к сожалению, мамы. Хотя мама хотела бы, чтобы в этот момент, может, кто-то посигналил рядом, и там бы оно замялось, и там все бы услышали что-то типа «Уру!». А все услышали прям то слово. И маме стыдно, Господи, Боже мой, это мой ребенок сказал. И мама понимает, что это высказанное, скажем так, ну какое-то сожаление, или, так сказать, негодование высказанное. И мама берет и говорит, слушай, а знаешь, какое слово есть классное? Вот просто я им пользуюсь. Есть такое слово и придумывает какое-то, ну такое вот, я не знаю там, какое-то абсолютно любое слово. Ну, например, ах ты, тыква спелая. И вот когда я говорю тыква спелая, я имею в виду, что мне что-то такое вот произошло такое. И начинает на эту тему мама шутить. И весь день она пытается это подхватить, как шутку новую. И ребенок начинает резвиться, начинает подхватывать это. Потом еще папе пришли домой, это рассказали, или кому-нибудь там, и все, и начинает. И дома появилось новое выражение какое-то. И когда это выражение появилось, оно уже что-то обозначает, и мама слышит, как ребенок это в своей комнате сидит, там тихонько является, а потом «Ах ты, тыква спелая!» Мама прибегает и говорит, что случилось, что тут такое? Ну и так далее. Игровой подход. В супермаркетах эти истории, которые постоянно случаются, когда ребенок просит что-то купить. Да, опять же таки, что-то как-то перевести на игру. И здесь я перехожу к такому важному моменту, важному моменту, который называется родительский настрой. Я их специально к этому выступлению готовил. Такие вот настрои, как родитель хотелось бы, чтобы себя чувствовал, как бы такие установки, да, которые родитель, когда их себе дает, то они содержат, так сказать, зерно истины, и что называется, правильного отношения к ситуации, да. Итак, родительский настрой номер один. Я люблю тебя, я рядом. То есть все, что происходит с ребенком, всякие его тесты новых возможностей, всякие его вот это, огромные его всякие вот эти вот пробы с разными словами, плохими, неплохими. Все. Родитель понимает, что это такой процесс. Идет развитие. Я могу, конечно, каждую ситуацию, которая происходит с моим ребенком, повернуть в ту ситуацию, что если бы сейчас взрослый это сделал по отношению ко мне, конечно, я там такие ситуации, что иногда можно и в морду дать. Если представить, что сделал трехлетка, вот это же только взрослый в отношении к вам. Вот это не взрослый, это маленький развивающийся ребенок. Он может делать какие-то такие вещи и забавные, и смешные, и обидные. Ну, от этого вы никуда ни денетесь. То есть, понимаете, нет такого, что вы взяли ребенка, отнесли куда-то и сказали, пожалуйста, у моего, вот, пожалуйста, вот аккуратненько так, аккуратненько, там какие-нибудь, знаете, нейрохирурги такие взяли вам-то. Кризис трех лет, вот так вот, оп, аккуратно подсеките так и куда-нибудь, да. А еще, еще, очень важно, пожалуйста, не забудьте, как только с кризисом трех лет, так вот сделайте, и, да, пожалуйста, подростковый возраст так аккуратненько, раз, и до свидания. Ну, нет таких мест, чтобы там вам такую услугу оказали, и ваш ребенок прожил без этих двух страшных кризисов, про один из которых мы сегодня и разговариваем с вами. Поэтому, я люблю тебя, я рядом. Ребенку очень важно понимать, что родитель не откажется от него, из-за того, что он такое сделает. То есть, он лишний раз поймет, меня мама любит, меня мама ценит, я для мамы важный, я для мамы ценный, я для мамы любимый при любых обстоятельствах. Даже тогда, когда маме приходится эфир пересмотреть про кризис трех лет, потому что она забыла половину, и ей просто очень, не очень, не очень ей, в общем. Вторая установка. Ты познаешь новое, а я помогаю тебе понять, как это работает, и как устроен мир. Потому что задача кризиса трех лет, и не только кризиса трех лет, но и всего младенчества и детства состоит в том, чтобы понять, как тут все устроено, как тут все работает. И вы видите, это постоянно. Так, почему ты не поздоровался? Почему ты не поздоровался? Мы как бы, да, говорим, что принято в этом мире обычно здороваться с людьми. Вот часто я слышу у нас в студию, приходят дети, приводят родители, а дети приходят, они новую обстановку увидели, им как-то не по себе, они, что это, что это? Ну, видите, это сейчас в студии нахожусь. Белые стены, может это какая-то поликлиника? Может быть тут сейчас, ой, еще какой-то вышел. Никогда не забуду, один раз был случай, когда у меня еще была белая рубашка, я вышел, и мне показалось, что ребенок прям правда подумал, что доктор. Сейчас мало ли, может там прививку сейчас будет какую-то делать. Куда меня привели? Конечно, ему не до того, чтобы поздороваться. И мама начинает тыкать. Да что ж такое? Да давай же уже, давай, ну скажи, что ты не здоровый? Я же тебя учил, я же тебе говорил. Да не в этом дело, он занят сейчас другим. Поэтому, познаешь новое, я помогаю. Это приходится делать еще достаточно долго, после кризиса трех лет. Следующая установка. Я помогаю тебе понять границы дозволенного. И почему мама помогает понять границы дозволенного и папа? Потому что они основные и главные учителя вообще в детстве ребенка. Они, можно так сказать, модели мужчины и модели женщины. Всех мужчин, всех женщин. Вот как они будут с собой себя проявлять, с ребенком проявлять, так ребенок потом будет понимать, могут по отношению к нему поступить мужчины и женщины, какие-то старшие, какие-то взрослые. Дальше, следующий настрой. Я понимаю, что для некоторых твоих экспериментов нужны особые условия. Это то, что я говорил про бабушку, да? Бабушка понимает, что хочется попереливать. Ну нет, рядом пластиковой чашки. Дам керамическую. Но постою рядом. Окей, уделю немножко времени. Но это хочется, это нужно. Он не так часто это раньше делал. Ему его тянет к этому. Этот процесс его увлекает. Поэтому, ну давайте, окей, попереливай, я постою рядом. Опять же повторюсь, часто бывает так, что у бабушек больше времени и, так сказать, житейской мудрости. Поэтому они иногда так не переживают, как мамы и могут. Хотя сейчас бывает встречаются и бабушки, которые такие переживательные, что там и ни одна мама рядом не стояла. Сильно переживательные. Поэтому надо понимать, что если ребенок к чему-то тянется, там есть потребность, постарайтесь сделать это, просто помочь ему реализовать. Просто безопасно. Даже если я сорвусь и буду кричать на тебя, я постараюсь понять твою потребность и помогу тебе реализовать ее безопасно. Ну это немножко похоже на предыдущее, но по-другому сказано. То есть, эта потребность есть. Она вот она. Вы видите ее своими глазами. Поэтому вы можете, конечно, ее пресечь, обрубить. Но тогда вы же помните, что у ребенка начинает зарождаться воля. Вот он что-то захотел. Его грубо, эмоционально или физически ударили по рукам и не дали проявить себя в этом. Ну и во многом, что слегка опасностью попахивает. А если оно попахивает опасностью, сделать так, чтобы оно попахивало безопасностью. Это, конечно, да. А, здесь, конечно, сложно. Но это родительская задача, да. Если мне будет трудно, я позову на помощь юмор и креатив. Почему юмор помогает? Ну потому что он немножко расслабляет. А почему нужен креатив? Ну потому что как вы игровой подход, как инструмент, используете без креатива? Абсолютно никак. Если ребенок хочет взять нож и пытаться что-то резать, вы находите что-то похожее на нож и даете ему резать. И так далее. То есть, ну вот такие вот вещи. Я не буду тебя ни с кем сравнивать. Ты уникальный. Вот с этим тоже вижу часто большой вопрос. Казалось бы, родители, если так в спокойной обстановке, спросить, они говорят, да нет. Чего, я вроде бы нет. Но когда какой-то наступает критический момент, они начинают все-таки прибегать к этому не совсем методу такому, можно так сказать, честному. И начинают сравнивать. Что в этом сравнении? Ну в этом сравнении может быть родительское, ну такое чувство страха может быть. Страх за то, что какой-то ребенок развивается более успешно или уже в таком маленьком возрасте кажется, что вырастет более успешно. И поэтому хочется сравнить. Но когда вы сравниваете, знайте, родители, ребенок не сделает таким образом, как я сейчас расскажу. Значит, сравнили ребенка с каким-то там другим. Он пошел в свой кабинет, закрылся на ключ, сел и говорит, моя мать считает, что некоторые проявления этого ребенка намного лучше, чем мои. Соответственно, у нее есть опасность, что я не вырасту успешным. Моя задача овладеть теми проявлениями, которыми обладает тот ребенок, чтобы успокоить мать. Либо овладеть похожими, чтобы мать успокоилась и поняла, что я тоже крутой, но просто не такой. Все, совещание окончено, выходит ребенок из кабинета, закрывает кабинет на ключ и начинает действовать. Он оценил то, что его сравнили, принял это, взял это, что называется, в работу и начал с этим как-то дальше жить. Нет, нет, такого не происходит. А происходит все намного проще. Хотя вот, знаете, иногда кажется, что некоторые родители прям такой сценарий видят. А происходит по-другому. Если мама меня с кем-то сравнила, тот лучше, чем я. Мама меня таким не любит, а тот лучше. Все. Очень все просто и примитивно. Вот поэтому так важно это. Следующий настрой. Я буду позволять тебе ошибаться. Нас в детстве учили, что дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на ошибках чужих. Если брать взрослых людей, то это не всегда так. Если брать детей, то это никогда не так. Почему? Потому что, когда ребенок в 3 года, пробующий этот мир на прочность, на границы, на зуб, на ощущения, на что-либо пробующий, то, что мы можем взрослые назвать ошибкой, оно на самом деле ошибкой не является. Это является просто очередная проба. И в этой ошибке он что-то понимает. То есть, например, могу я сказать, что мой ребенок ошибается, что на маму можно покричать, при маме можно много поплакать, и мама все-таки исполнит желание. Он ошибается. Так нельзя. Ребенок не ошибается. Ребенок просто пробует, можно ли так поступать с мамой. И будет ли мама меня после этого любить, когда я делаю так. Но он не ошибается. Это разные вещи. И последний настрой родительский. Я буду стараться предлагать и просить, вместо того, чтобы заставлять. Почему я тут написал буду стараться? Потому что, конечно, чаще хочется заставить. Потому что мы с вами те, у кого воля уже, так сказать, сформирована. Мы можем приказать, мы можем заставить, мы можем сделать такую интонацию голоса, после которой станет понятно, или это будет сделано, или будет катастрофа. И ребенок будет подчиняться, потому что выбора у него особо нет. Но, если вы начинаете ему предлагать и просить, если вы подключаете креатив и юмор, то вы рождаете то самое сотрудничество, которое в идеале должно быть между родителями и детьми. Не дружба, не ребенок-друг, а сотрудничество. Когда вы учитываете его интересы, когда вы учитываете свои интересы, когда вы не пытаетесь проломать границы друг друга. Я имею ввиду родитель ребенок, друг друга не проломывают границы. Когда они с уважением находят такие решения, которые в результате будут устраивать всех, в каком-то смысле устраивать всех. И будут действительно работать. И самое интересное, что у ребенка будет вырабатываться в долгосрочной перспективе этот навык. И нам всем это очень сложно. И я понимаю почему. Потому что советское воспитание, на мой взгляд, оно стояло на трех китах. Стыд, страх, вина. Эти три кита работают прекрасно и сейчас. К сожалению, приходится видеть нянь, бабушек, мам, пап, которые лихо используют это. И это потому, в том числе, что их этому научили. Очень хорошо они это с детства освоили. По отношению к ним применяли. Их такое ощущение, что с ними был вот такой тренинг. Я вам честно признаюсь, у меня тоже бывает, выскакивает иногда такая реакция. Потому что она очень плотно сидит. И глубоко. Но наша с вами задача не корить и ругать себя, когда мы применяем стыд, страх, вину. А наша задача уменьшить количество таких воздействий на ребенка. Вот этими тремя страшными инструментами. Грязными. Стыд, страх, вина. И в идеале постараться от них избавиться вовсе. Но хотя бы уменьшить максимально, сколько мы можем. И в ряде случаев понимать, что для того, чтобы от них избавиться. А они в нас всех сидят прочно. Мы не должны применять какое-то волшебство или магию. Мы должны поменять эти инструменты на какие-то другие. Поэтому вот вам такой инструмент. Предлагать, просить. Предлагать, просить, договариваться. Говорить о сотрудничестве. Держать мысль у себя в голове, что я и ребенок, сотрудничество. Вот это главная мысль. Вот. Если вкратце о кризисе трех лет, то у меня в основном все. И я очень жду от вас вопросов. Потому что вопросы, они как никогда дополняют выступление любого абсолютно спикера. Сколько я кого бы не слушал, я всегда замечал, что, ну это все спикеры знают, да, что вопросы, они дополняют, они как бы раскрывают тему еще. Потому что чьи-то уникальные случаи, чьи-то особые истории, они иногда не вписываются немножко. Но когда начинаем разбираться, то понимаем, что это частный такой случай, все вписывается, но вот под таким углом. И это важно. Поэтому если у кого-то есть детки, которые уже начали как-то приближаться к этому возрасту и уже есть первые звоночки, кризис трех лет, то, конечно, пишите, пожалуйста, мне. Я с удовольствием отвечу. Так, вижу. Увидел палец вверх, увидел. Спасибо, очень полезно. Пожалуйста, всегда с радостью. У меня на моем аккаунте Инстаграм есть еще разные видео касательно воспитания детей, детско-родительских отношений. Я это все периодически записываю. Какие-то интересные такие вот мысли интересные. Поэтому если кто-то, кто подписался, можете посмотреть, что-то для себя тоже полезного найти. И каждый год в студии личности, вот я где сейчас нахожусь, я такую локацию сегодня выбрал себе для эфира, чтобы... О, это применимо к девятилетнему. Да, до подросткового возраста это... Многие вещи такие работают, потому что просто в три года это очень обостряется. Как-то вы ведете занятия в студии? Да, я веду занятия в студии с детьми от 4 до 6 лет. И спасибо, и вам спасибо, что были. Да, это подготовка к школе интеллектуальное развитие. И вот в студии я каждый год провожу семинары для родителей. Порядка их где-то 7-8 в год проходит. Раз в месяц в каждый учебный год. Ну и сейчас в связи с карантином, конечно, буду проводить еще это в онлайн режиме. Поэтому если там будут анонсы, то следите, участвуйте. Там разные темы. Если вам что-то... Да, про тинейджеров, да, подростковый возраст это такой возраст. У меня сейчас сыну 10 лет. И уже я вам хочу сказать, начало... Есть уже первые маркеры, первые звоночки про то, что подростковый возраст... Все эти границы в кризисах, они размыты. И сейчас есть такая история, многие психологи об этом говорят и пишут, вы, наверное, замечали, что подростковый возраст сдвинулся немножко вниз. Если раньше подростковый возраст было всем понятно, что это с 13, и у нас есть прекрасная подсказка этому, да, в английском языке. У нас идет 10, 10, 11, 11, 12, 12 и 13, 13. И вот это тин, появляющаяся. Как раз вот это такой, когда тин, подросток, и вот... Так, обнимемся. Конечно, Лина, конечно, обнимемся. Так, если ребенок 4,5 почти не говорит, не хочет, все добивается криком, спокойно говорить не всегда помогает. Да, если ребенок 4,5 почти не говорит, не хочет, то это, конечно, история про то, что, во-первых, вопросов тут много сразу. Дело в том, что я вот работаю только с взрослыми, с детьми не работаю, как психолог, не консультирую детей, не работаю, потому что в возрасте, вот, например, 4,5, вот такая ситуация. Это может означать, что, во-первых, детский коллектив, да, ему нужен, где много вокруг говорящих детей, которые постоянно чего-то просят, чего-то добиваются, вступают в какие-то связи, и это становится ему интересно, и он тоже начинает подключаться, потому что, я так понимаю, навык есть. Здесь, опять же, таким может быть сложная история с родовой травмой, что тоже бывает, и тогда нужен совершенно другого уровня. Здесь нужен психолог, который клинический, что называется, психолог, да, который работает с такими проблемами, когда, например, у ребенка испуг, или у ребенка НУРС, или у ребенка задержка в развитии, то есть это уже медицинский, что называется, психолог, да. Поэтому я и говорю, что, ой, там сейчас вопрос какой-то пролистал. Ага. Вот, поэтому 4,5 года очень много может быть причин тому. Опять же, в воспитании, что там, бывает, что развод родительский влияет. У меня был когда-то случай, я, к сожалению, это очень неприятно выглядит, когда ребенок ходит к тебе на занятия, и мама, папа вместе, все в порядке, а потом ребенок дальше продолжает ходить к тебе на занятия, но произошел развод. Ребенка просто как подменили. Он как будто бы привели другого ребенка. Ты уже его знал, ты уже понимал, чего от него ждать, на что он способен, и это кошмар, что происходит с ребенком. А вот тут опрос один я пропустил. 1,7, сын начал, возраст сына, я так понимаю, начал топотать ножками и садиться, где попало, даже когда у него не получается собрать конструктор, например, садиться, да. Ну, то есть, у него получается из того, что говорил я, возможно, у него раньше это началось, и вот это вот, он уже чувствует от неудач разочарование, и чувствует его таким образом, что проявляет вот так вот свой протест. Опять же таки, возвращаемся к тому, что говорил, задача все-таки это все озвучить и постараться все это переделать, решить на позитив. Я еще, вот поскольку тут такой вопрос по поводу конструктор, да, например, собрать конструктор, там пишут, хотел бы сказать, а, травм не был, абсолютно здоров. Да, тогда какие-то поведенческие штуки, которые нужно абсолютно, вот знаете как, нужно вот брать прям, и вот прям все по историям, по всем его вот раскладывать и комплексно рассматривать, что это может быть. Потому что, ну, так просто вот, ну, знаете как это, это, ну, такой достаточно объемный вопрос. Вот так просто на него сходу не ответишь. Я видел детей, которые мало разговаривают в возрасте трех с половиной лет, и потом это все приходило в норму само собой. Ой, просто ребенок, вот, и опять же, вот вы написали, травм не было, абсолютно здоров. Опять же, как у него, в какой детский коллектив этот ребенок сейчас вписан, что говорят те, кто его наблюдает постоянно, я имею в виду, если это детский сад, то воспитатели, если это развивающий кружок, то это что-то там кто-то должен вам говорить, и вы должны понимать, что они замечают, какие его особенности, потому что даже тот педагог, который не психолог, у него большая статистика детей того возраста, которого вы привели. Поэтому опорный пункт, что с ребенком может быть, или что может делать надо, может начинаться от даже педагога детского сада, который, ну, не психолог, например, да, потому что статистика большая, потому что много видит, и, ну, вы видите своего, он видит очень много, вот. И подскажите, пожалуйста, как вести себя, если ребенок пытается командовать взрослыми? Это прощупывание границ взрослого? Конечно, да. Он пытается не просто прощупать границы, он пытается понять, могу ли я так же, как они, ну, можем ли мы взаимодействовать на равных, да, примерно это так звучит. Не можем. Странно. Думает ребенок. Наверное. Вот, поэтому здесь прощупывание границ, конечно. И опять же важен возраст. Я надеюсь, что это где-то вот примерно, да, кризис трех лет, о котором мы говорим. Потому что там происходит много всякого такого, что даже вот и не впишешь. На прошлом семинаре был вопрос про ребенка, у которого кризис трех лет, и у него трехмесячная дочка, сестричка. Так вот трехмесячная сестричка ребенка, у которого кризис трех лет, воспринимается, скорее всего, им, как та же самая чашка керамическая, которой хочется поперевать воду. То есть еще нет понимания. Еще одна такая вам, не знаю, мне кажется, это такая, знаете, ну, в помощь вам, да, такая вот информация, что ребенок до трех лет, это по интеллекту, по соображению, примерно, примерно шимпанзе, примерно дельфин. Представляете себе? Ну, то есть, какие-то слова он повторяет, какие-то композиции составляет. Некоторые говорят, да мой это профессор, это вообще. Так, а на самом деле возможности там невелики. В сад пока не ходим, когда ходили, он повторяет за другими детками, но на свой возраст он знает две азбуки, считает до 50, все цвета, формы всех зверей, ягоды и все названия вокруг предметов. Смотрите, тогда мы возвращаемся к этой важной очень картинке. Дело в том, что ваша задача действительно попытаться закрыть побольше, побольше о нем узнать, познать его, кто он такой, какой вам, кто к вам вообще попал в семью, это вообще кто приблизительно. И я вам немножко еще скажу то, что не говорил. Походы к нумерологу могут вам даже помочь. Походы к арт-терапевту. Очень хорошо, кстати, арт-терапевты с детьми работают. Мягкая техника через творчество, понять о ребенке, понять о его внутреннем мире, понять о его проблемах, о его внутреннем устройстве, о его особенностях. И вот этим всем вы будете закрывать этот знак вопроса. То есть на мой взгляд, вот то, что вы говорите, для меня похоже на то, что у вас действительно большой знак вопроса и мало областей вы закрыли про вашего ребенка. Потому что может там быть особенный какой-то гений, который любит просто минимум людей, минимум общения, любит вот эту вот точную какую-то информацию, любит познавать. Отправили, ага. Значит, у меня остается 8 секунд, дорогие друзья. Не хотелось бы перезаходить. Вот на какие вопросы я не ответил, пишите в личку. Спасибо всем.